На улице у нас дождь, сыро, но зато мороза нет. Поэтому я в сарае открываю двери, потому что жарко. В сарае все четвертя я сделал, окна сделал хорошо, а козырьки еще не сделал. Хочу этим заняться. В сарае у нас получается тепло и сухо. Нету сырости, нету конденсата, нету, как мне писали, у тебя вата напитается водой и будет все стекать. И ОСБ от сырости покрутит, оно так будет буграми, повыпирает. А с ваты, которая на потолку под пленкой, будет капать вода. Так, ну давайте попробуем. Вода капает или нет? Куда нам подойти? Давайте сюда. Только пыль летит. Нету сырости, нету аммиака, нету никакой воды. Ну вот сюда зайдем, над этими кашалотами. Вон, столько паутина висит, о, видите паутина столько висит от кормов. Сухая паутина висит и все. И пыль от комбикорма. Без принудительных вентиляторов. И я уверен, запусти сейчас еще столько же голов сюда и будет так же само. Единственное, что надо будет сделать, когда запущу еще столько голов, открыть какую-то вытяжку. Или эту, или ту крайнюю. Сейчас я их две закрыл, оставил одну центральную. В сарае просто нормальная, сухая, ништиноподобная атмосфера. Вот, ни где на потолках капель не висит. Хоть мороз, ну вот это мухи пообгаживали. Вот именно вот этот край. Хоть мороз, хоть сырость на улице в сарае, сухо, тепло, уютно, хорошо. Почему так? Объясняю. Во-первых, сам по себе сарай очень теплый. Теплее, чем вы сделаете швакоблока, с кирпича, если стенка в кирпич. Этот сарай получается потеплее. Десять сантиметров пенопласта, плюс два утеплителя с отражателями, плюс двух сторон металл. Стенка не промерзает, стенка теплая. Но это сэндвич панель, только вручную сделанная, то же самое. Взять, допустим, сарай, как у меня есть сарай для тема, там из швакоблока. Тут холоднее, там надо все время топить, потому что камень, камень, бетон, оно все передает холод. А здесь холоду передаться не через швакоблока. Получается стенка теплая, 10 сантиметров, ну если быть точным, 12 сантиметров стена, 12 сантиметров утеплителя. И плюс потолок, ОСБшка, вата и пленка. Я, по-моему, мы пленку натягивали сначала с нижней стороны, а потом ОСБ крепили вместе уже с ватой. Так что все ваши предсказания, что вата питается водой, будет течь, капать с ваты, ОСБ прогнется и так дальше, ничего подобного. На металле, кстати, металл тоже нету конденсата. Стены без конденсата. О, паутина, видите? Пыль. Стены, а у вас кирпичные стены, если вы закроете плотно двери, у вас они будут мокрые. Правильно? Правильно. А знаете почему? Потому что температуру теплую, кирпич, швакоблок не держит. Что-то подобное это газобетон. Да, он теплый, но опять, если ложить по уму, ложить как мы ложили просто на цемент, ну там шов в сантиметр, два сантиметра, где больше, где меньше, когда сильные морозы, промерзают вот эти все цементные швы. А так он, да, теплый, но пропускает, получается, швы. Изморозь, и так прям, на всех швах изморозь. Где газик, газоблок, все нормально, а где шов, все изморозь, и ней померзшие. Это когда сильный мороз, это минус 15 и больше внутри. Этот с кирпича, я вообще молчу, это вообще самый холодный, что есть. Вот этот маленький, он только летний, летне-весенний. А так уже осень, зима, я оттуда даже не кого-то, самый холодный, с кирпича. Вот этот красный сарай, он снаружи в пол кирпича кирпич красный, а внутри ракушка и воздушная подушка. А он теплый, да, я не спорю. Вот он приравнивается к пенопласту, к моему сараю, что 12 сантиметров утеплителя. Тот швак обочный и дальше, холодный сарай, надо поддерживать все время температуру, то есть топить. Ну, думаю, вот так. Полы залиты здесь в бетон, на утеплитель. На утеплитель забыл, как называется. Ну, там есть ролики, посмотрите. Так же само, вот если ушел, кричит, чтобы пришел в сарай. Так же само здесь. Вот так сделано USB снутри. Ну, это везде такой сарай, это просто перегородку мы сделали, типа как предбанник котельной. USB-шка, USB обклеена потолочной плиткой, так сделан он в сарае. А здесь просто USB, ну, тут не сарай, поэтому тут так пойдет, тут аж нет. И фронтоны так само сделаны. Утеплитель, USB и так дальше. Вот этот фронтон идет же в кабинет, так он и остался. А вот в кабинете поклеили эту потолочную плитку на потолок. И все. В кабинете заливали полы. Мы с Саней заливали. Сначала уложили пенопласт. 10 сантиметров у меня его осталось еще, наверное, квадратов 30 или больше. Этого 10 сантиметрового пенопласта. И мы уложили сюда десятку пенек и заливали слой сантиметров 5-6. Ну, это чисто для ходьбы. И пол такой, ну, как вы знаете, как пустой внизу. Ну, на пенопласте, но зато теплый. Вот так и выходит. Тут окно еще и не закрывачек нету, ничего. Вот так. Раз. Вот стенка получается. 12 сантиметров я замерял. Два утеплителя по десятке, по 10 миллиметров, ну, там. И 10 сантиметров пенопласта. Сейчас такой сарай строить дорого. Я все это делал до подорожания. Когда металл, когда я брал пенопласт по 600 гривен куб, это если десятка, то 10 листов. По 60 гривен лист. Метр на метр, 10 сантиметров толще на 60 гривен я брал. Лист один металл брал, по-моему, по 100. Вот не помню, или 140, или 135, один метр на два. Если они что-то есть, там все в видео, я накладные показывал, когда закупал этот металл. Внутри я поставил чуть толще металл, снаружи тоньше. Окна все я купил за копейки. Это холодильник, двери с холодильников витринных, с пивных там и так дальше, с напитков. У меня еще штук, штук 12 есть, таких окон лежат. Может пригодятся. Ну а так. Так, друзья, ну и теперь о расходы на кормах. У меня заканчивается дробленка. Надо начинать дробить вот этот ящик и мешать гровер, старт. Ну старта сейчас нет, а вообще так мешаю. Гровер, старт. Что получается? Вот что получается, вот таблица. Стартовый корм у меня стоит, вот у меня на 100 килограмм старта уходит 75 килограмм зерновой по 4. Я все считаю, как я беру. Ну то есть, вот я брал вот эти вот, к примеру, вот эти зерноотходы по 4. Есть у меня, которые я брал по 360. Но я вам читаю те, что по 4. Те, что по 4 я брал. 75 на 4 300 гривен. БМВД мешок, это в общей сумме будет 100 килограмм готового корма старта. Мешок 870 гривен. Итого 1170, это 100 килограмм корма. То есть, 1 килограмм старта мне выходит 11 гривен 70 копеек. Но старт они едят, как вы все понимаете, там до 25 до 30 килограмм живого веса немного. То есть, вы забираете поросят, в идеале килограмм по 10, а если очень хорошо, то и по 12. И кормите до 25 до 30 килограмм живого веса стартом. Дальше я перехожу на гровер. Гровер. Пшеницу я покупал 4. Сою покупаю на данный момент 16,60. Прэмикс водолага. 1 килограмм выходит 50 гривен 60 копеек. Это все на 100 килограмм корма. Считаем гровер. Когда я замешиваю гровер, я на 100 килограмм даю 79 зерновой группы. В моем случае пшеница. У вас может быть ячмень, пшеница, кукуруза. По 4. Это 316 гривен. Сой 17 килограмм на сотню готового корма. Она стоит 16,60. Итогу получается соя 282 гривна. Прэмикс водолага 4 килограмма. Это на 100 килограмм. По 50,6. 202 гривна. Итогу 100 килограмм готового корма. 100 килограмм стоит мне 800 гривен. Цена за 1 килограмм готового корма 8 гривен. На 1 кг живого веса вам надо потратить 2,5 килограмма корма. Вот же я написал. Это до 130 кг живого веса. Я думаю так вам будет понятно. Я думаю будет понятно. Такие вопросы. Да можно же было пшеницу продать. Можно было. Но я не дурак. Я вкладываю пшеницу дальше в свой бизнес. И получаю от этого еще больше. Я вам скажу конверсия 2,5. Но это такая. Есть и намного ниже. Это все зависит от того. Какой у вас гибрид. Что за поросята. Если у вас F покрыта дюрком. То у вас конверсия будет до 125 до 130 ниже. Чем вот это я показал 2,5. Если у вас поросята не пойми что. Не пойми какие. И так дальше. У вас конверсия может быть и 3, и 5, и 6, и 10. Потому что оно не растет. Это правда. Как бы что ни говорил. Но у тех поросят. Как мы называем. Ой, пароведы не туда-сюда. У них нет вот этого гена роста. Ну нет вот этого знаете. Как бы вам объяснить. Вот я знаю есть поросята с хорошей энергией роста. А есть очень-очень тугой энергией роста. Это. Ну это есть. Это такие поросята. Они тупо не растут. Если поросята у вас хорошая. Генетика хорошая. Это на что вы можете рассчитывать. Если вы придерживаете всех правил. Начали там допустим. Стартанули. Стартовый корм. И потом пошли гровер. Гровер можете идти аж до конца. До 130. Не надо переходить на финиш. Ничего вы там сильно не сдешевите. Там оно плюс-минус. Или съедят больше. Ну там будет чуть дешевле. Или пускай так и остается. Ничего там. И получаем. Получается. Если мы вырастим поросенка 130 килограмм. Мы его можем продать. Ну допустим как я продаю. Ну 9. 9500. Там зависимости от толщины сала. И насколько выход мяса. Ну я так. Приблизительные цифры. Если я продам сам. 9-9500. 130 килограммовый. А если я сдам. На данный момент. По 50. По моему он духа берет сейчас. То 6500. А затраты на этого поросенка. 325 килограмм. По 8. Гривен. 2600. То есть. 130 килограмм. 130 килограмм. Умножаем на 2 и 5 готового корма. Выходит. 325. 325. Умножаем на 8. 2600. 2600. Затрачиваем. Берем. Если сдаем. 6 и 5. Если продаем сами. Берем 9. В хорошем случае. 9 и 5. Вот так. Думаю. Это я уже начал. Посчитал неправильно. На 130 килограмм. Килограмм. Ну тоже такой я. Заново. Вот так. Думаю. Все объясню. Коротко. Понятно. И доступно. Вы скажете. А что ты сюда не считаешь. Электроэнергию. Трудозатраты. Купить поросенка. Я считаю. У себя. Как у меня. У вас. Вы может. Пшеницу берете сейчас. На данный момент. Там по 8. По 750. Я беру. Стараюсь. Конец июля. Август. И желательно. На весь год. Я взял на весь год. И. Я купил по сезону. И кормлю весь год. До следующего сезона. Я стараюсь так. Я рассказываю. Как у меня. А там уже. Как у вас. Почему вы берете. Вы уже себе умножаете. Просто здесь добавляете. Не 4. А 6. Я вам говорю. Как у меня. Вот. У меня есть. Чем кормить. Я рассказываю. Сколько у меня затраты. На данный момент. Может. Не может. Короче. Друзья. Так. Все узнавайте. Узнавайте. Везде. У BMW. И. Если вы сами делаете. Корм. Из. Прэмикса. Решает. Друзья. Решает. Соя. Вот. У BMW. Она идет. Наполнитель. В основном. 90%. Идет. Соевый. Шрот. У готового. Корме. У вас дома. Решает. Соя. Если она. Так сказать. Скромно. То. И весь корм. Такой. Соответственно. Будет. Не питательный. Это. Мы. Ну. Я даю. Под. Прэмикс. Водолагу. Не надо давать. Ничего. Не. Подсолнечную. Макуху. Ну. Обычную. Макуху. Не. Подкислители. Не. Трикальцы. Ничего. Не надо. Просто. Вот. Я вам. Сейчас. Рецепт. Покажу. Вот. Как я кормлю. Это. Я. Вчера. Про. Глистогонил. Записал. Порошком. Про. Глистогонил. Все. Всем пока.